Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политики Республики Сахай-Якутия Василина Лукина. Василина Павловна, я вас приветствую. Добрый день. Вот буквально вчера вы возвратились из Сочи, где проходило большое мероприятие. Скажите, пожалуйста, как была представлена наша республика? Как мы смотрелись на общем фоне? Фестиваль проходил практически в течение 10 дней с 14 по 22 октября в Москве и в Сочи. С нашей республики представили более 250 человек. Это считая официальную делегацию. У нас были отобраны 150 человек. Также помимо основной делегации поехали представители крупных молодежных общественных организаций, политических партий, предприятий. Это где-то 30 человек. Также с республики выехала дирекция международных спортивных игр «Дети Азии». И наши волонтеры, 40 волонтеров, помогали в организации всемирного фестиваля. И также в составе нашей делегации были наши организаторы выставки, организаторы площадок масс-рестлинга. И то есть по всем направлениям мы приняли активное участие. Это в первую очередь, конечно же, образовательные площадки, семинары, дискуссии, лекции, которые посетили по своим направлениям. Также мы подготовили выставку республики Саха-Якутия. Все субъекты Российской Федерации и все страны-участницы фестиваля подготовили свои выставочные стенды. Конечно же, мы не исключение. Ну и помимо выставочного стенда для нашей республики была представлена отдельная площадка. Это площадка по презентации национального вида спорта масс-рестлинг, который также работал в течение недели. И каждый день с утра до вечера мы проводили презентационные мероприятия. Это мастер-класс по масс-рестлингу и также соревнования. Ну и наши делегаты по 13 направлениям участвовали в образовательной программе. Это вот те самые семинары и дискуссии. Какие самые интересные были площадки на фестивале? Ну, самые интересными площадками, конечно же, отмечены площадки Гражданская платформа и Глобальная политика. То есть каждый делегат имел право принимать участие в любых направлениях, вне зависимости от того, на какое направление он был заявлен. Но эксперты направления Гражданских общественных объединений, они были самые топовые и все хотели попасть на эти площадки. Например, на таких площадках участвовали федеральные министры, они делились своим опытом работы. Поэтому в зависимости от экспертов площадки были действительно очень востребованы. А из зарубежных каких-то гостей были среди экспертов? Например, самым ожидаемым экспертом стал Ник Вучич. Для участия в его семинаре выстроилась огромная очередь, начиная практически с 4-5 утра. Мы также, якутяне, смогли попасть на его лекцию. Два раза он проводил встречи. На одной встрече участвовали 1600 человек. И действительно, его лекции мотивирующие. И после его лекции люди выходили уже кардинально с изменившимися взглядами на жизнь. И вообще, в целом, выходили мотивированными. Что нового для себя подчеркнули наши ребята по итогам фестиваля? В большей части образовательные площадки были в формате семинаров. Мы работали с известными экспертами. Это был, допустим, министр иностранных дел Сергей Лавров. Приходил на нашу площадку министр спорта, министр связи. Также отдельная площадка была интересная у Сбербанка. Туда подходил сам глава Сбербанка Герман Греф. И каждый день Сбербанк проводил образовательные курсы. И наши делегаты, три человека, смогли попасть на встречу с президентом нашей страны. И на эту встречу были приглашены только где-то чуть более ста человек из 25 тысяч участников. Туда попали три наших участника. Это Борисов Николай. Он представлял республику в направлении журналистика. И Луцкан и Вигиния. Она молодой эколог, кандидат биологических наук. И Фомина Валерия, лучший молодой врач республики по итогам 2016 года. Они каждый день работали на форсайт-сессиях. И по итогам форсайта разработали международный манифест молодежи. Который как раз таки был представлен на встрече с президентом. И изначально, конечно же, когда мы выезжали, мы поставили для себя амбициозные цели. Это в первую очередь для нас, для органов по делам молодежи, это выявление и формирование некой группы молодых людей, которые вернутся после фестиваля и будут готовы работать во благо развития своей родины, своей республики по своим направлениям. То есть, если это молодые ученые, то они после фестиваля должны, вернувшись, отработать по своему направлению, стать эффективными действительно людьми, работниками в сфере науки и в будущем внести вклад в развитие нашего общества. Ну и амбициозные цели достигнуты? Я думаю, да, потому что мы видим глаза наших участников, они приехали, действительно, многие говорят, что они после фестиваля изменили свое видение в жизни, что у них поменялись жизненные приоритеты, что действительно открылось какое-то новое вдохновение, чтобы в дальнейшем работать уже с более глобальными целями. То есть, этот фестиваль дает, так скажем, старт для молодежи, для нашей, да, для дальнейшего развития здесь у нас уже в республике, то есть конкретные вот результаты. Да, мы действительно надеемся, что ребята, которые участвовали в фестивале, они получат огромный импульс для дальнейшей работы уже на местах. Скажите, а вот фестиваль этот был направлен на повышение интереса к России, да, со стороны зарубежных коллег и так далее. То есть мы наладили какие-то отношения с зарубежными друзьями во время этого фестиваля? Изначально, вот когда проходили организационные работы по подготовке фестиваля, официальные цифры участников фестиваля были где-то 20 тысяч человек. Это 10 тысяч человек российские участники и 10 тысяч иностранные. Но по факту на фестиваль приехали 15 тысяч иностранных участников, то есть на 5 тысяч больше, чем были заявлены. И из 188 стран, это практически весь мир, приехал на фестиваль и изначально на республику были закреплены делегации Монголии. Мы с ними на площадках фестиваля встретились, как раз-таки пригласили их на презентационную площадку масс-рестлинга и провели свое мероприятие по обмену опытом, по знакомству. Мы показали им наше исполнение на хамусе, исполнили тоюк, станцевали с охой и они также для нас показали свои какие-то номера, культурные номера показали. А как вообще реагировали иностранные участники на нашу культуру? Наверняка это вызывало большой интерес, вопросы. Да, и вообще фестиваль он был настолько глобальный, что когда невозможно ни с кем не познакомиться, находясь на фестивале. И мы также знакомились с молодежью с других государств, особенно они интересовались нашей национальной одеждой. Конечно же, мы каждый день помимо основной атрибутики с собой обязательно брали какой-то элемент национальных украшений якутских или же национальной одежды. Их они очень хотели узнать побольше о нашей республике, потому что многие иностранные участники, они до фестиваля, например, не знали, что есть такая республика Саха-Якутия. То есть у них было примерное общее видение о России в целом, но о том, что Россия состоит из других субъектов и в России проживают сотни народов, они об этом не знали. И когда на нашем выставочном стенде мы показывали карту России и показывали, где находится Якутия, сколько народов проживают в Якутии, они очень удивлялись и хотели знать больше. Вы достаточно плодотворно съездили. Есть, наверное, уверенность, что наши потоки туристские увеличатся в разы после этого фестиваля. Скажите, пожалуйста, по масштабам, вы с такой энергией рассказываете о том, как это было. То есть по масштабам можно ли сравнить с Олимпиадой, когда люди расставались, обнимались, плакали и так далее? Да. Если вот по количеству участников оценивать, например, когда проходила Олимпиада в Сочи, нам рассказывали, что принимали участие порядка 5000 участников, это именно спортсмены. А на фестивале участвовали 25 тысяч. Это по количеству участников намного в несколько раз больше. Вот действительно, когда в последний день проходило закрытие фестиваля, люди уже не хотели расставаться. Очень быстро прошли все фестивальные дни. Они были очень насыщенные. Каждый день мы готовили свою программу. Мы очень так контролировали, чтобы у каждого делегата с Республики Саха-Якути была своя индивидуальная программа, чтобы ни одна минута фестиваля не прошла зря. И все участники максимально эффективно использовали все дни. И в конце даже было некое ощущение, что прошло все слишком быстро, что все очень быстро завершилось. И никто, конечно же, не хотел расставаться. Но все же таки мы сформировали большую команду молодежи Якутии. И уверены, что вернувшись, мы дальше будем вместе работать. Здорово. Скажите, а вообще каковы впечатления? Ведь у волонтеров много наших поехало. То есть у участников, у волонтеров. Какие общие впечатления от поездки? Будет ли она регулярной, традиционной, так скажем? В следующий раз примем мы как участие. Ну, вообще общее впечатление. Вот действительно, наши волонтеры, 40 человек, они были распределены по направлениям. Кто-то работал волонтером АТШ, сопровождал делегации субъектов России. Кто-то был волонтером АТШ делегаций иностранных государств. Например, у нас во время работы на фестивале «Все-штихи» мы где-то встречали своих волонтеров. У нас один волонтер был АТШ делегаций Китая, кто-то Чехии. И самое главное, чем делятся ребята, это же, конечно же, впечатления, с которыми они возвращаются на родину, чтобы уже реализовать свои проекты, которые были раньше и которые они не думали в ближайшее время реализовать. Они все-таки надумали и подумали, что вот после фестиваля обязательно им надо приступить к реализации данных проектов. Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был первый заместитель министра по делам молодежи и семейной политики Республики Саха-Якутия Василина Лукина. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»